Ну а сейчас дачная рубрика новостей Прима. Моя увлеченная коллега делится секретами садово-огородного искусства. Сегодня невероятно красивый сюжет о розах. Здравствуйте, я Светлана Степанищенко. Хозяин вот этого участка безумно гордится своей дачей. И ведь есть чем. Здесь, в Сибири, ему удалось создать самый настоящий розарий. Давайте посмотрим, как это. В обычной жизни Сергей Богацкий – директор туристической фирмы. Но здесь, у себя на даче, он увлеченный цветовод. Примерно на пятисотом кусте сбился со счету, поэтому сколько роз у него на участке – уже и не знает. Здесь все такое традиционное, потому что вот эта роза, например, Моника, она очень распространенная. Очень распространенная. Вот эта более редкая, она называется голубой нил. Она такая, знаешь, мертвецкого цвета, такая пыльная роза их называют. Но горжусь я английскими розами из питомника Дэвида Остина. Пойдем покажи. Пойдем. Ну вот посмотри, все английские розы, они, видишь, как в старинном стиле, как на старинных картинах, как на старинных платьях у дам в каком-нибудь 18-19 веке. Они безумно запашистые, они паникающие. Их нужно как-то подпирать. Свет, нужно. Вот у меня есть специальные такие подпорочки. Я, допустим, если бутон тяжелый, да, вот, я вот так ставлю, его немножко приподнимаю. Ну, это обычное дело, в общем, собственно говоря, не хочется, чтобы роза лежала мордой в салат на земле после дождя. Одна из моих любимец – это вот эта принцесса Елизавета Кенская. У нее огромные бутоны. И вот то, что я тебе говорил. Посмотри, куст английской розы, он светет снизу доверху. Вот все розы, которые ты видишь на участке, в этом году, да не в этом, уже два года я их не укрываю вообще ничем. Не обрезаю на зиму. Стоят сухие палки. Вот. И вся обрезка идет весной. Так вот, я тебе хочу сказать, дорогая моя, что вот то, что у меня на участке по поводу вот этих роз и всего прочего, это то, что называется «как делать нельзя». Это сделано просто по принципу, где было место, туда и посадил. И получился то, что называется в розарии фруктовый салат. Это неправильно, сразу говорю. Ну, красиво. Ну, ведь правда же, красиво в сибирском розарии побывали Светлана Степанищенко и Дмитрий Кочетков.